Всем привет! Сегодня у нас в гостях доступная модель для процессорного разъёма Socket AM3+, которая выгодно отличается наличием интегрированной графики AMD Radeon HD 3000. Материнскую плату Gigabyte GA78L MT-USB3 трудно назвать новинкой, поскольку в её основе лежит представленный в начале 2009 года северный мост AMD 760G. Его главной отличительной чертой является наличие интегрированного графического ядра AMD Radeon HD 3000, совместимого с DirectX 10. Ввиду низкой производительности, оно предназначено для мультимедийных задач. Что же касается непосредственно системной платы, то она выступает в качестве доступной и компактной модели для сборки систем начального уровня. На момент создания обзора она предлагалась по цене порядка 70 долларов. При взгляде на упаковку платы в первую очередь обращает на себя внимание название модели и компании производителя, а также наличие интегрированной графики AMD Radeon HD 3000 и поддержка процессоров AMD FX. На обратной стороне можно ознакомиться с кратким перечнем характеристик устройства и его другими ключевыми преимуществами. Комплект поставки устройства включает в себя исключительно самое необходимое, а именно заглушку интерфейсной панели, два кабеля SATA, кабель IDE, диск с ПО и руководство пользователя. Гигабайт J78LMT USB 3 выполнена на печатной плате тёмно-коричневого цвета формата MicroTX 244х244 мм. Все набортные элементы расположены на оптимальных местах, а единственной особенностью выступает отсутствие в правом нижнем углу крепёжного отверстия. Поэтому рекомендуем соблюдать определённую осторожность при подключении накопителей к перпендикулярно расположенным портам SATA 2.0. Установленная видеокарта не будет мешать замене модуля оперативной памяти, так как разъёмы расположены на достаточном удалении друг от друга. В нижней части печатной платы расположены следующие разъёмы. Колодка подключения аудиоразъёма в передней панели, SPDIF OUT, джампер для сброса к MOS, разъёмы COM и LPT, а также колодка подключения фронтальной панели. Дополнительно отметим две колодки для активации портов USB 2.0 и одну для USB 3.0. Всего на плате реализована поддержка 8 портов USB 2.0 и 4 USB 3.0. Возможность организации дисков подсистемы представлены шестью портами SATA 2.0, расположенными перпендикулярно поверхности платы и одним IDE, который поддерживает подключение двух устройств. Системная плата оснащена четырьмя демслотами для установки модуля оперативной памяти стандарта DDR3, которые оборудованы защёлками с обеих сторон. Система охлаждения состоит из трёх алюминиевых радиаторов. В процессе тестирования были зафиксированы следующие температурные показатели. Продемонстрированные результаты говорят нам о том, что ключевым компонентам перегрев не угрожает, так как до критических температур все ещё есть значительный запас. Питание процессора осуществляется по пятифазной схеме для вычислительных ядер и дополнительных узлов. Для расширения функциональности платы у пользователя есть в распоряжении три слота PCI, в число которых входит один PCI-Express 2.0 и 16. Для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN-контроллер Realtek 81111G. Звуковая подсистема основана на восьмиканальном HD-кодеке Realtek ALC892, который поддерживает аудиосистемы форматов до 7.1. На интерфейсную панель модели выведены следующие порты. DSAP, DVI-D, HDMI, LAN, 2USB 3.0, 4USB 2.0, PSNA2 и 3 аудиопорта. Среди особенностей стоит выделить разве что неудобное подключение многоканальной акустики, для чего придётся задействовать аудиопорты на передней панели, либо передавать аудиосигнал посредством интерфейса HDMI. Возможность организации охлаждения внутри системного корпуса платы стандартная. В наличии два четырёхконтактных разъёма для подключения вентиляторов, один из которых служит для охлаждения процессора, в то время как другой предназначен для системной вертушки. Модель от Gigabyte оснащена уже неактуальной версией BIOS на основе микрокода EWARP, зато имеется поддержка технологии Gigabyte Duo BIOS. Большая часть настроек, касающихся изменения частоты работы тактового генератора, процессора и оперативной памяти, сгруппированы в разделе MB Intelligent Tweaker, сокращённо MIT. Множитель позволяет установить частоту модуля оперативной памяти в рамках от 667 до 2300 МГц. При необходимости в подразделе DRAM Configuration можно получить доступ к регулировкам задержек памяти. Также в наличии возможность тонкой настройки напряжения на основных компонентах системы. Частоту шины тестового процессора AMD Phenom 2 X3 720 удалось повысить до 300 МГц, что позволило увеличить его тактовую частоту лишь на 50 МГц. Вполне ожидаемо для бюджетной платы. Оперативную память без проблем удалось запустить только на частоте не выше 1600 МГц, без повышения опорной частоты. Материнская плата Gigabyte GA78LMT USB 3 является решением начального уровня формата MicroTX, который обладает важным преимуществом в виде интегрированной графической подсистемы на основе AMD Radeon HD 3000. Что же касается особенностей, то к таковым можно отнести отсутствие разъёмов SATA 3.0, неудобное подключение многоканальной акустики, а также отсутствие крепёжного отверстия в правом нижнем углу печатной платы, что потребует от пользователя большей аккуратности при подключении накопителей. В итоге материнская плата может быть разумным выбором для сборки различного класса систем, от офисных или учебных машин до производительных, в том числе игровых, после установки соответствующего уровня графического адаптера. Ознакомиться с детальным обзором системной платы можно найти в портале GESIT.com, перейдя по ссылке в описании видео. Всего вам доброго и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok